Ой, блин, лучше бы я это все съел, честное слово. Это такой фруктовый салат. Да ладно. Это все пропадет? Всем привет, дорогие друзья. Пятница, значит, подлетает новый видосик. Сегодняшняя тема выпуска это будет фруктовый колен, а точнее фруктовое наполнение колб. За последнее время я довольно много наблюдаю в различных пабликах противоречий о том, что фруктовое наполнение колб влияет на вкус кальяна. Другие же говорят, что оно не влияет и это пустая трата денег. Для себя я понял, для того, чтобы определить, фрукты в колбе влияют на вкус или нет, нужно сделать сравнение. Поэтому у меня здесь и находятся две колбы. Одну из них я наполню различным фруктовым букетом, а во вторую просто залью обычную питьевую воду. Сделаю одинаковые забивки на одинаковых чашах, и мы попробуем, влияет ли фрукты в колбе на вкус самого кальяна. Не стоит путать фруктовые колбы с колбами на алкоголе или же добавлением каких-то других сладких напитков или же сиропов, потому что это непосредственно влияет на сам процесс фильтрации, а также некоторые из них дают дополнительное испарение, что действительно влияет на вкус. Для забивки я использую две чаши Солярис, табачок Dead Horse Crunchy Fruit, самые стандартные фрукты. Здесь у нас грейпфрут, апельсин, лимон, киви, добавим еще немножко льда. Я не буду использовать мяту или же какие-то дополнительные сиропы или напитки. А вот вторая колба, она будет просто наполнена водой. Ну что ж, погнали, готовим колбы, забиваем чашечки, ставим угли и пробуем. Пока идет нарезка фруктов, подходят уголечки и делаются забивки, хочу напомнить вам о сообществе в телеграм-канале Кальянная Барахолка номер 1. Сейчас это уже одно из самых больших сообществ, которое насчитывает почти 2500 человек. Если вы хотите произвести какую-то покупку, что-либо продать, просто пообщаться или спросить совет, ссылочку я оставлю в описании. Ну, одну колбу я уже, в принципе, подготовил. Сюда залил. Итак, одну колбу я уже подготовил, наполнил ее обычной питьевой водой. Ну, а вот этот весь фруктовый букет, в принципе, я помещу в эту колбу. Добавлю немножко льда, так как вода будет сама уже довольно неплохо охлаждена. Да, я заброшу буквально немножко. Нормальная порция, нормальное количество не успело остыть, поэтому приходится забрасывать пластиковыми кубиками. Итак, напомню, что у нас здесь. Грейпфрут, апельсин, лимон и немножечко киви. Не стоит путать фруктовые колбы также с фруктовыми чашами, потому что это, в принципе, два совершенно, можно сказать, таких разных направления. Фруктовые чаши отыгрывают совсем по-другому, дают другой вкус, да и, в принципе, достаточно будет там одного яблочка, для колбы же нужно фруктов чуть побольше. Ну, осталось залить это все дело водой. Дождемся углей и будем пробовать. Я думаю, для начала стоит попробовать обычную колбу просто с чистой водой. Попробуем вкус этих хлопьев от Dead Horse, а уже потом мы переключимся на фруктовую колбу и сможем сравнить. Кранч, в принципе, я считаю, один из самых удачных вкусов у Dead Horse линейки Heaven. Они такие сладкие, но в меру довольно. И как раз для вот подобных миксов, если что-то здесь и получится, я считаю, что это один из лучших вариантов. Пока я еще прокуриваю обычную колбу на воде, хочу обратить внимание, какие минусы же все-таки есть при приготовлении вот такого кальяна. Если вы делаете кальян просто на обычной чистой воде, вы можете забить один вкус, потом второй, третий, и в принципе не сильно оно да и будет отличаться. Но в случае же с вот этим вот, первое, что колба не будет жить несколько дней. То есть максимум, если вы утром сделали, вечером нужно уже колбу мыть, так как фрукты имеют такую специфику бродить. Если через несколько дней вы откроете колбу, будет невероятный смрад, так как все это дело там бродит. Ну и забивки также нужно подбирать. Вы не сможете сделать какую-то такую неординарную забивку, что-то там, допустим, мандарин с хвоей. Я не думаю, что будет как-то сочетаться с такой фруктовой колбой или же пиццу, если вы забьете. Ну вот, в принципе, нужно быть к этому готовым. Ладно, суть до дела, говорю много. Буду пробовать, что у нас все-таки получилось. И сейчас я смогу сравнить, есть ли все-таки эффект от фруктов в колбе. Нет, конечно, есть отголоски какие-то цитрусовые. Они, как я и ожидал, довольно неплохо ложатся на кранчи. Но особо это не влияет никак на вкус. При том, что я использовал целый апельсин, целый грейпфрут, половину лимона, один киви. Нужно не забывать, что в кальянах такими порциями фрукты вам никто в колбу добавлять не будет. Вообще, если вот так вот по большому счету, то не сильно это все и поменялось. Возможно, если бы я добавил фанты, какого-то сиропа, добавил мяты, да, что-то бы было. Но конкретно фруктовая колба особо никак на чашу не влияет. Вот мы, в принципе, и сравнили это. Бесспорно, это выглядит эффектно, красиво. Если вы хотите сделать на какой-то праздник, можно еще добавить подсветочки, будет это выглядеть круто. Но по вкусу передачи особо ничем от обычной питьевой воды не будет отличаться. Я думаю, ваш организм скажет вам спасибо, если вместо того, чтобы тратить огромное количество вот этих вот полезностей для заполнения колбы, вы лучше их съедите и получите эти витамины. Это будет намного лучше. Вывод. Если вы хотите сделать фруктовую колбу, сделайте, наверное, лучше фруктовую чашу. Это будет дешевле и как минимум вкуснее. Ну, а на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И не забывайте, курите правильные кальяны и смотрите правильные обзоры. И до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok